Было одно откровение, как сегодня мы говорили о том, что волки нападали на стада, овец, и служители некоторые не знали, как поступать, они отгоняли их, но они снова нападали. Они говорят, мы их отгоняем, но не возвращаются. Это действительно так бывает, когда приходят атаки, мы снова и снова постоянно под атаками, то есть занимаемся атаками. И это тоже оно правильно, потому что ты не можешь смотреть, как волки дерут овцу, и не заниматься этим. И Давид догонял медведя, льва, раздирал, и он реагировал на атаки. Но есть другой уровень. И там было написано, что было показано, что Дух Христов говорит, что не воинством и силой, но Духом, дыханием Бога. И нам нужно издавать львиный рык и высвобождать Дух Господень, который нам дан. И было показано, как начинается сильный рык, вместе с этим рыком приходит сильный ветер, как ураган, который стал закручиваться именно от этого рыка и поражать хищников. Я думаю, что дело не в крики, а дело в Духе. И мы говорили сегодня о этих углях херувимов. Мы говорили об этом угле, который просто один из угольков Господа Бога, наше Солнце. И так же, как оно дает свет, оно так же дает жар. Нам с вами тепло, потому что есть Солнце. Мы бы замерзли в этом космосе. И этот жар исходит из печей, которые являются теми сосудами, которые хранят измерения. И еще одно откровение, которое мне пришло несколько времени назад, оно свежее, недавно. Как один человек видел, как он находился в амбаре, видела сестра в огромном. И там был огромный дракон. И он уничтожал все, что видел. Все, кто появлялся, он уничтожал сразу. Он был весь как бы из стали, но был живым. Это так есть, как бронегиоцинтовые. Когда пророк видел, и Иоанн тоже видел в книге Откровения, он видел как бы железных, как саранча, как шум воинский, воинский крик в стане, шум железа, шелест, металла. И пророк может видеть, что он вроде бы как железный, но он живой. И вошел другой, это было похоже на человека, на простого, но у них было единство с этим драконом. И он подошел к этому дракону, и он его не тронул. Они были как бы вместе, я не буду входить в детали. Но они не боялись друг друга, были как одно. И этот человек пришел, чтобы высвободить этого дракона. Я думаю, вот эти фрагменты Откровения, которые посылаются нам от Бога, они и составляют целостную картину. Откровение само по себе не всегда, как поэзия, все должно быть строчку, в стихотворной форме и завершаться логической цепью. Когда мы читаем книгу Откровения, мы так не видим. Апостол Иоанн видел совсем по-другому. Он видел фрагментами, причем не в хронологическом порядке. Если мы будем прослеживать хронологию в книге Откровения, мы запутаемся. Это просто есть, потому что Бог вне времени. И Бог открывает в церкви определенные вещи, на которые она должна реагировать и следовать за Богом в послушании. Я думаю, что эти два разных человека, находящиеся в тысячи километрах друг от друга, один видел дракона лжепророком, потому что дракону нужен лжепророк. Бог дает слово, ему нужны пророки, провозвестницы, которые будут высвобождать это слово. Дракон действует через лжепророка. Ему нужен главный лжец. Дьяволу нужен лжец. Лжепророк – это главный лжец. Все, что он делает, он лжет религиозным образом. Он использует имя Бога и лжет. Все, что он делает, он лжет. Он берет правду и посылает ее в другую сторону. Он берет правду, искажает ее и посылает ее в другую сторону. Это лжепророк – самый главный лжец на свете. Антихрист – лжец. Антихрист – он как переходник между лжепророком и драконом. И он объединяет в себе это в этой личности. Он одновременно имеет эту силу и власть дракона и это оскверненное состояние ума лжепророка. И Антихрист – он олицетворяет собой мерзость запустения. Это очень религиозная личность. Потому что самое мощное оружие лжи на свете – это религиозный дух. Самый хитрый, самый коварный и самый рабочий и эффективный – это именно религиозный дух. Вот почему дьявол хочет уничтожить все, что родила эта жена, которая была обличена в Божью славу. Он хочет уничтожить ее детей именно религиозным образом. Не из автоматов, пулеметов, не какими-то другими физическими действиями, а именно ложью. И этот лжепророк хочет высвободить дракона через ложь. И это с самого начала было еще в раю. «Подлинно ли сказал Бог?» – он сказал Еве. «Но знает Бог, что когда вы вкусите этого плода, вы станете, как боги». И Еве – «Да, а я туда не ходила. А не грех ли это вот так вот нам с тобой разговаривать?» «Да, грех. В том-то и дело, дорогая, что там грех, здесь грех, здесь грех, везде грех». «Ты подумай сама, как Бог нас всех куда поставил, а сам-то где сидит?» «Глубина». Запишите мне потом, дайте прослушать. Самому понравилось. Евушка, Евушка, послушала дракошку. Глупа девица, раскрасавица, протянула ручку свою, взяла плод и вкусила. Пошла к этому своему любимому Адаму и дала ему горемычному. И вкусила Адам, и исполнились скорбушки вселенской. Вы думаете, что-нибудь новое? Нет. Все то же самое. И сегодня истина в огне обжигает уста опаленных пророков, которые прячут. И они хотят «покажи, что там под ладонью». А под ладонью только одно. «Так говорит Господь». Исайя, ну мы с тобой гуляли на одной улице. «Так говорит Господь». Исайя, ну ты помнишь, мы с одного децентра. «Так говорит Господь». Вы понимаете? Все, опаленные уста. Это привязано. Это прибито. Расскажу вам историю. Есть каноническая и неканоническая Библия. Ну, канон признал, значит, они там размышляли, какую книгу принять, какую не принять. И несколько глав Даниила они оставили в Библии. Одну главу или две не оставили. Но интересно, есть одна глава Даниила в полной Библии. Я вообще редко пользуюсь, крайне редко пользуюсь какими-то писаниями, кроме канонических писаний священных из Библии. Но думаю, что книга Даниила, вот эта глава, правдивее гораздо, чем какие-нибудь другие примеры. Как вы считаете? И там описывается Данииле, который однажды вычислил идолопоклонство, как чиновники обманывали царя и водили за нос царя своим обманом религиозным. История была такая. И Данил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Был у вавилонян идол по имени Вилл. Во время нагонения Вилл это был Владимир Ильич Ленин. Вавилон это СССР. А Вилл это Владимир Ильич Ленин. Пал Вилл! А что вы смеетесь? Так и есть? Не знаю, но я так не говорил. Вы давайте бескрайности уже. Просто послушаем. Был у вавилонян идол по имени Вилл. И сдерживали на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер. Ну сколько стоят памятники вот эти, если сейчас собрать их там? Тысячи, сотни тысяч. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. А что у нас там, не поклоняются, нет? Что там на Красной площади у нас стоит? Вилл? Или лиф? Данил же поклонялся Богу своему. И сказал ему, царь, почему ты не поклоняешься Виллу? Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю и владычному на всякой плоти. Царь сказал, не думаешь ли ты, что Вилл не живой Бог? Не видишь ли ты, сколько он ест и пьет каждый день? Данил лучше сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. Тогда царь разгневавший призвал жрецов и сказал им, если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне, что съедает это Вилл, то умрет Данил, потому что он произнес Хулу на Вилла. И сказал Данил царю, да будет по слову твоему, вы смеетесь. А во времена Советского Союза так оно было, все точно так и было. На Вилла нельзя было ничего говорить. Виктор рассказывал Белых, как он там сидел со стариком, который портрет Ленина, что ли, с газетой там, или как, подстелил под канарейку там, ну, птичка там своими делами позанималась, дали ему большой срок. Вот тебе Вилл. И пришел с Данилом в храм. А, ну, они сделали как? И Данил сказал, хорошо, я подсыплю там муки. То есть только запечатайте и больше не раскрывайте. И он подсыпал тихо муки. В этом, там еду ложили, значит, Вилл стоит. Вот так. Так и стоял. Дети говорят, Бэтмен. Стоит Вилл, вечно молодой. И еда лежит. С утреца еды нет. И думают, Вилл кушает, кушает Вилл. Данил говорит, нет, Вилл не кушает. Это все еда. Внутри глина, сверху металл. Ну, как вы знаете. Они ложат еду, а Данил говорит, хорошо, тихо. И подсыпал муки. Подсыпал, подсыпал везде. Шуф, шуф. Рассыпал. Никто не видел это. Все было темно. И запечатал печать. Говорит, царь, с печать не снимай. Пришел царь с Данилом в храм Вилла. И сказали жице Вилла, вот мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налив вина, запри двери, запечатай перстнем твоим. Если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилла, мы умрем. Или Даниил, который солгал на нас. Они не обращали на это внимание, потому что под столом съедали потаенный, сделали потаенный вход. Прям под столом. Ну, вообще, ну, такая просто примитивная наглость. Значит, под столом, я даже не видел раньше, что под столом, интересно. Значит, потаенный вход, и им всегда входили, и им всегда этим ходом входили и съедали это. Когда они вышли, царь поставил пищу перед Виллом, а Данил приказал слугам своим, и они принесли пепел, а, пепелом, и посыпали весь храм в присутствии одного царя. И, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем и отошли. Жрецы же по своему обычаю как там, манишку подвязали, все. По своему обычаю пришли ночью с женами и детьми. Вот уверенность у них была, да? С детьми. А дети уже просто уже за шоколадками. И все съели и выпили. Вот беззаконники. Вообще, фу! Отвратительно-то как. Кошмар. Ну, не лезь чужой холодильник. Вы знаете, у дьявола всегда есть скелет в шкафу. И у структуры тьмы тоже. Черные двери врага это слабые места сатаны. И мы должны найти эти слабые места. Но я сначала прочитал, что помазанник продолжает поклоняться Богу во все времена. И Данил был в высоте, в социуме. Он был помазанником. И идеология государственная потребляла много материальных средств на религию. Где-то мы это уже слышали. Много средств уходит на государственную религию. Из карманов налогоплательщиков тоже. Вы здесь сегодня? Ох, как много средств уходит на государственную религию. И вилл поедал. Они знали, сколько тонн он съедает каждый день. Ну, в смысле, каждый месяц. Вы здесь, нет? Еще не злитесь? Вообще-то веселее-веселее, по-моему, все становится. Значит, царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. И президент, и политики, и чиновники, также могут быть зависимости от демонов и идолов. Потому что идолы всасывают внимание, время, финансы и твою душу. Данил же поклонялся Богу своему. Помазанник продолжает поклоняться Богу во всякие времена, неважно. И сказал ему, царь, почему ты не поклоняешься вилу, это естественный вопрос правительства. Владычество на всякой плоти и так далее. естественный вопрос власть имеющих. Но Божий человек твердо исповедует свое упование, что он идол. И тогда царь, разгневавшись, пошел на конфликт и сказал, все, будет вот так, или они умрут, или ты. Может настать такое время, когда будет прямой откровенный конфликт. Нужно быть готовым к сражению. Сегодня время сражения. Из жрецов вилла было 70, кроме жен и детей. То есть у них есть команда. И она имеет духовный характер, 70. На другой день встал царь Рана и Даниил с ним и сказал, целы ли печати Даниил? Он сказал, целый царь. И как скоро отворены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул громким голосом, велик ты вилл. И нет никакого обмана в тебе. Еды-то нету. Вы поняли, да? Ничего не пропустили? Даниилу нужно такое поклонение, смотрите, словословие такое. Велик ты вилл, и нет никакого обмана в тебе. Псалом напиши прям. 151-й. Мы такого Псалма не читаем вообще у Давида. Велик Господь, и нет никакого обмана в тебе. Странные такие песни. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь и сказал, посмотри на пол и замечи это следы. Царь сказал, вижу следы мужчин, женщин и детей. Глубина. Вот разговор в парламенте. Это главный храм страны. Поняли? С сокольным этажом. И разгневавший царь приказал схватить жрецов, жен их и детей, и они показали потаенные двери. Кто разочаровался, что плакал там? Мне недавно рассказали. А? Ваня разочаровался, что он убирал, короче, храм там, где плакающая икона была. И заглянул по глупости, протёр, стал протирать икону, и стал протёр не там, где надо было протирать. И увидел пробирку с этой, с трубочкой. Ох, упало всё Ване в сердце и разочаровался Ваня. Иконка-то плакала из пробирки. Корабль клюшения в вере. Потерпел человече. Сильно огорчился Ваня. И пошёл скорбить. И что потом с ним было? А, точно! Всё, вспомнил. Лёг на кровать, и у него Евангелие было на груди. И Господь пришёл и сказал, вот моя вода, пей её живую. Слава нашему Господу. И Ваня согрелся. Божьей благодати. И поэтому эта иконка с пробиркой там и с капоньки-капоньки, она не погубила душу человеческую. Ваня победил. Слава Богу! Ну, вот примерно то же самое. В главном хране страны был цокольный этаж с дверью под столом. Ах, как я проповедую! Яростная слава! Вы слышите? Такое не каждый будет проповедовать. А оно надо! С востока идёт жгучий ветер. Жгучий ветер с востока как и есть так и идёт. Вы здесь пророческая. Тогда царь повелел... А, я вижу следы мужчин. Разгневавший царь приказал схватить жрецов, жён, детей, и они показали потаённые двери, которыми входили и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их. Это знаете, такое вот, Илья смотрит на них, они там себя пилят, режут, там эти, как их, пирсинг, там, колеба, мольба, всё, и скалывают, и всё такое. Он говорит, ну что, может быть, посильнее, давайте ещё чуть-чуть, три-четыре, может быть, заснул по пути. Понимаете, в Илье было что-то такое, что он просто вот так вот. Ой, больно и так. может, заснул, как там, вал по дороге, а вас шёл, к вам шёл, забыл и заснул. Илия тоже шутник. Молодец, брат, слава Богу за Илью. Не шутник, а истинный пророк. Не щадите младенцев Вавилона, разбейте их о камень. Возьби младенцев Вавилона и разбей их о камень. Вы слышите? Это Божье Слово. Это не экстремистская проповедь. Это Божье Слово. Покажу тебе в Библии книга Псалтыр, если ты не знаешь. Это Библия. Вилл. Ну, куда уже дальше? Куда уже точнее? Ну, давайте уже как-то думать, чтобы всё-таки, ну, кладбище не делать с этой страны. Вот уже прям конкретно уже проповедуется в Владивостоке из Библии. Тогда царь повелел умертвить их и отдал вилла Даниилу. Интересный подарок. Если бы нам все памятники подарили с главных площадей и городов, мы его большой бы построили. Молитвенный дом или что? Но только не ракеты. И он разрушил его и храм его. Данил, я представляю, как он его разрушал. Он говорит, ребята, пойдём, у нас сегодня праздник. И вот его привозят там на грузовиках, там выгрузили, большой. Привозят его, значит, там, как он ел, я не знаю. И Даниил с друзьями разрушил его. Ну, так мягко говоря. Представляете, как он демонтировал современным языком. Вот этого железного дракона надо демонтировать. По одной чешуе, прямо без наркоза. Без наркоза. Когда упадут башни, говорит Господь. Башни упадут. Идолы, братья, сёстры, идолы упадут. Упадут идолы. И в этой стране идолы упадут. Упадут и никуда не денутся. И вилла упадёт. Аминь. И уже падает. Аминь. И мы высвобождаем сегодня здесь это слово. Что падает вилл. И мы говорим, пал, пал, вилл. Аминь. И будет возмездие, заложенное поклонение. Ну хорошо, первая серия прошла. Это лжепророк, вилл. Вы знаете, что он адаптировал марксизм, ленинизм к практической ситуации. Ой, простите, марксизм адаптировал капитал Маркса, ввёл в практику. Там была теория, а он его ввёл. И называется это уже было, называлось уже не марксизм, а ленинизм. Марксизм – это идея, ленинизм – это уже социалистическая практика жизни. Но был на том месте ещё кое-кто. Большой дракон. Мы разобрались с этим человечком, которым с ним одно. Идём дальше. Вот здесь, смотрите, где мы ходим. Смотрите, куда мы двинулись. И там был ещё кое-кто. Там, на том месте, был большой дракон. Смотрите, до Даниила всё это цвело. Всё это обложено мерзостями. И Даниила Бог поставил туда, чтобы разобраться с этой очисткой. И вавилоняне чтили его. Просто дракона, представляете? И сказал царь Даниилу. Вообще-то не китайцы даже изобрели дракона, видите? И сказал царь Даниилу, не скажешь ли и об этом, что он медь? Царь, видите, какой непреклонный. Такой неслабый царь. Вилла ему недостаточно. Вот он живой, и ест и пьёт. Вот у них всё с едой и с питьём связано. Но сколько уже можно есть и пить? Вот он живой, и ест и пьёт. Ты не можешь сказать, что этот Бог не живой. Итак, поклонись Ему. Даниил сказал, Господу Богу моему поклоняюсь, потому что он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла. Так вообще легко проповедовать, когда ты первый раз проповедуешь, и вы не знаете, о чём будет дальше речь. Я столько раз давал задания полную Библию прочитать, хотя бы чтобы знать историю Маковеев. Что между Малахией и Матфеем? Так и не прочитали за все эти годы. Поэтому слушайте, и я вас буду мучить. Я чувствую, что вообще здесь никто не читал эту историю. Но только где-то 3-4 человека. Серьёзно. Ладно, следующая серия, следующее воскресенье. Данил сказал, Господу Богу моему поклоняюсь, потому что он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла. Царь сказал, даю тебе. Тогда Данил взял, и смотрите, что он взял. Но вы думаете, что сейчас драконом будет гораздо сложнее. Я вас понимаю. Но уже пророк уничтожен. И иногда мы думаем, с дракона надо начинать. А надо зайти со стороны тутовых деревьев, разоблачить ложь в святилище и высвободить дальше. И пойдёт движение. И тогда Данил взял, что взял? Смолы, жира, волос, смолы, жира, волос. Сварил это вместе. Дети смеются, хохочут. Это правильно. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Сварил это вместе. И сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. Иногда этими же самыми методами, которые они выходят, они сами и распадутся. Они изобретают законы против церкви, но эти же законы потом вернутся к ним. Данил взял внешнюю оболочку их колдовства. Что там надо? Волосы отрезать, да? Воск ложить? Отрезать. А там ещё свечкой надо капать, да? Или там с воском что-то. Но волосики отрезают на крещении? Что там привязывают что-то ещё? Чего заворачивают? Волосы заворачивают. И что потом с ними едят? Чего делают? В воду кидают. И потом что делают? А кровь Христа там 10? Нет, не говорят про неё. Это только кровь Христа поможет, потому что мы уже далеко зашли. И что кидают в воду, что шепчут? Что говорят? Раба Никанора? Что говорят? Всплыли, то значит, что? Жить будет. А если потонули? Это где? В храме страны? А если потонули? Вот Данил взял вот эту всю каку-бяку. Смолы, жира, волос. И шурнул в пасть дракону. По-моему, со жрецами это же посложнее было. И дракон расселся. Полетел и развалился. Вы знаете, дракон страшно выглядит. Но это не значит, что на самом деле он тоже самое имеет силу. Он очень страшный. И дракон расселся. И сказал Данил, что он сказал? Вот ваши святыни. Вот ваши святыни. Будет еще сражение. Нужна стратегия поражения дьявола. Стратегия включает тайны из мира врага. Тайны из мира врага. Стратегия будет включать тайны из мира врага. Запомните, что я говорю. Эти колдовские вещи, они обнаруживают духовную суть. И мы фиксируем это. И тайны из мира врага будут этим кляпом, который закроет ему рот. И рассядятся. Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя. Такая дырка на площади. Что теперь делать с этим черным пятном? Снова где такую брусчатку достать, такого же цвета? А что с этими всеми памятниками делать? За ним же там прямо Иосиф стоит. Как это все перевести? Из кладбища в сад цветущий. И это знамение на теле страны. Как же перевести все это в сад цветущий? Через духовную битву. Через духовную брань. И даже если придется пострадать за эти все вещи, мы должны быть готовы к этому. Потому что обратной дороги нет. Потому что Бог поставил нас, чтобы нести Слово. И ты не можешь придумать человеческое Слово и делать прорывы. Ты должен высвобождать только Божье Слово. И убояться имени Господа на Западе, и славы Его на восходе солнца. Смотрите на этот камень. Драгоценный, великий, чистый камень, который ударил в ноги. Мы сейчас в этих ногах. Но это неправда. Мы в этом камне. Слава Богу. Когда вилоняне услышали, сильно вознегодовали. Восстали против царя. Вы слышите? Царь тоже их боится. Царь подвластен чиновникам. Он не главная власть в стране. Они сказали, царь сделался иудеем. Вилла разрушил. Убил дракона. Видите обвинение? Сделался иудеем. Вилла сектантом стал. Сектантом потворствуешь. Забыл, кто такие сектанты. Сделался иудеем. Вилла разрушил. Убил дракона. И предал смерти жрецов. Четыре преступления в Минили. Четыре статьи. И придя к царю, сказали, предай нам Даниила. Вот что хочет дьявол. Ладно, живи со своим строй. Но дай нам церковь. Предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой. И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила, как Понтий Пилат. Они же бросили его в ров львиной, и он пробыл там шесть дней. Эти сезоны пребывания в львином рву. И мы сегодня, возможно, что в одном из этих дней. Может быть, в пятом или в шестом. Это сезоны. 5, 7, 7, 8. Во рве было семь львов. И давалось им каждый день по два тела и по две овцы. В это время им не давали им не давали их, чтобы они съели Даниила. Но был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюда, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Видите, пророк встал с утра, думаю, пойду покормлю жнецов. И жнецов кормят пророки. Евангелистам нужны пророки, чтобы кормить их. Церкви, которая благовествует, нужно пророческое слово, чтобы питать. Жнецам нужна пророческая похлебка. Им нужен суп пророка. Вот здесь сегодня. И там были жнецы, и пророк Аввакум дал им пророческую пищу. Он должен был ее дать. Красота! Красота! Дайте Богу славу! И похлебку накрошив хлеба в блюда, он шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Евангелистам. Пророк и евангелисты. Пророк кормит евангелистов. Но ангел Господень сказал Аввакуму, отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон, к Данилу Львиной, к другому пророку. Соединения пророческие. Аввакум сказал, господин Вавилона я никогда не видал, и рва не знаю. Был в Иудее, пророк. Жил в Иудее. И сказал, иди в Вавилон. Мне нравится это. Смотрите, что Господь сказал ему. Отнеси этот обед в Вавилон. Ров львиной. Видите, как пророк может двигаться. Тогда ангел Господень взял его за темя, поднял его за волосы головы, и поставил его в Вавилоне над рвом силой Духа Своего. И возвал Аввакум и сказал, Данил, Данил, возьми обед, который Бог послал тебе. Данил сказал, вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя. И встал Данил и ел. Слава Богу. Аллилуйя. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. Мгновенно. То есть вот была еда. Думают, видение, что ли? А где еда-то? Ничего себе, где я был? Видение, невидение. Где еда? Женицы стоят. Господь, верни эти снова, эти вещи, в церковь. Верни эти чудеса в церковь. Ведь нету способность так двигаться в церковь. У Бога есть стратегия. Бог использует своего человека для избавления и прорыва. Нам нужны эти пророки прорывов. Он принес прорыв Даниилу. И, конечно, львы смотрели, как Даниил кушает. Спасатель может быть и с дальней стороны вообще-то. Вы понимаете? Спасатель может прийти внезапно, с дальней стороны, может быть, непонятен. И он придет не с пустыми руками. И в заключение. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле. И, подойдя к Орву, взглянул в него. И вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал, «Велик ты Господь Бог Даниилов, и нету нового, кроме тебя». Вот это надо высвобождать, чтобы цари, президенты, чиновники увидели реальные проявления Божьей славы. Не через религиозные духи и поклонения в традициях. Потому что это легче всего религию двигать, а чтобы увидели живого Бога. И приказал вынуть Даниила и виновников его погубления, бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. И окончательно погибель врага и его нечестие. Это был Божий промысел для премудрого сокрушения врага и вражьей силы. Я чувствую, что это пророческое слово. Сегодня, когда оно из полной Библии, я чувствую, что это пророческое слово сегодня. Сражение с Антихридом, с лжепророком, лжепророком, и подтверждается откровениями. И это сражение с драконом, который здесь, в этой стране. И что-то в этом есть. Подумайте над этим. Смола. Мы видели, что осмолил Ной ковчег. Смола. Думайте, что такое смола. Скажи ближнему, смола. Жир. Волосы. И волосы, это также завет. И волосы, которые срезал Сонсон, они погубили. То есть это погубило его. Я не буду входить сейчас. Мы оставим это. Но он кинул это в пасть дракона. И дракону это не понравилось. Ему пришлось умереть. И сейчас эти сезоны мы с вами проходим. Это все пророчески. И сегодня то, что высвобождалось утром здесь. Это слава со знамением на устах, с печью и углями. То, что дышит огнем с востока. Это истолкование Божьего измерения, которое здесь есть на востоке. Эти ворота мы читаем о том, что поколебались верхи врат у Исаии. Мы читаем, что когда он увидел высокопревознесенного Бога, почему верхи врат поколебались? Потому что Бог должен быть еще больше. Вы понимаете, восхождение славы. И поколебались верхи врат. Потому что там что, плохие постройки на небесах, что ли? Или плохо ремонтники сделали ремонт? Там не может быть несовершенного. Но верхи врат колебались. Потому что слава Божья все выше и выше. И написано, поднимите верхи врата ваши. А верхи врат должны быть подняты. И здесь и войдет царь славы. Потому что должен войти Сын Божий и воссесть одесную престола. И поэтому должны были поколебаться вверхи врат для Иисуса. Потому что Иисус должен был войти и сесть рядом на престоле. И сегодня мы так благодарны Господу, что Бог высвобождает здесь. В это время. Эти пророки приезжают и нюхают эту атмосферу. И говорят, о, хорошо. Был недавно муж, здесь был в этом месте. Ему нравилось здесь двигаться. Мне даже кажется, что он нигде так не проповедует, как здесь. И как Руслан говорит, они приезжают и начинают здесь шалить. Потому что они могут остановиться. Да? А разве не было так с Саулом, когда он попал в сон пророческий? Когда он лежал раздетый. Что-то его там по обнажению. Он стал раздеваться. Жарко, что ли? Надеюсь, что жарко просто. Просто раздевался и лежал ногой. И что он делал? В пупсика превращался. Он умолялся, как чадо. Как пупсик. И пророчествовал. Давид будет помазанником. Давид будет помазанником. Я не буду, потому что я недостоин. А Давид будет помазанником. Давид будет помазанником. Царство Божие наполнит всю землю. И я буду просто помилован, может быть. Ну, и, короче, он правил. Давид, приди, приди, Давид. Понимаете? Вот он, что пророчествовал. И в этом столе думал, что такое это знавождение? Пойду Давида убивать. И снова опускался. А Давид просто не падал в этом сонме. Он просто приходил к Самуилу и говорил, у меня есть пару вопросов. Давай обсудим. И Самуил обнимал его. Крепко, крепко. Как отец. Держал его плотно в своих объятиях. И передавал ему передачу терпения. Терпи, Давид. Ты прорвешься. Ты победишь. Придет Мессия. И он сядет на твоем престоле. Ты не должен проиграть в этой жизни. Ты должен победить, Давид. И он все отдавал ему. Отдавал ему все свое сердце. То, что мы должны с вами здесь пройти. Победить. Аллилуйя. Терпи, Давид.